О наводнении в Иркутской области и его последствиях еще долго будут говорить, но куда важнее помогать пострадавшим не словом, а делом. Именно этот вопрос сегодня решался на очередном совещании в зоне подтопления. Принято решение, что с этой недели в Тулне и Нижнеудинске начинают работу группы, в состав которых войдут специалисты региональных министерств социального развития, опеки, попечительства, дорожного хозяйства, строительства и сельского хозяйства. Они будут совершать обходы пострадавших от паводка территорий и информировать местных жителей по актуальным вопросам, в том числе по предоставлению выплат. У людей очень много индивидуальных разных условий, в которых где-то есть сложности с получением 10 тысяч рублей, хотя их уже в принципе осталось крайне мало. Это вот очевидно те, кто не получили, их там может быть из 38-39 тысяч, осталось меньше тысячи по разным территориям. Но тем не менее, конечно, их это волнует и люди ищут варианты и узнают, почему они не получили. Ответы на все эти вопросы местные жители смогут получить и в общественных приемных губернатора. По поручению Сергея Левченко в Тулуне и Нижнеудинске в ближайшее время начнут ежедневный прием граждан. Вести встречи будут заместители главы области Владимир Дорофеев, Дмитрий Чернышев и другие. Кроме того, в обоих населенных пунктах с 25 по 28 июля пройдут ярмарки недвижимости. На них те, кто утратил свое жилье, смогут найти подходящие варианты. Продолжение следует...